Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях первый заместитель председателя сета депутатов городского округа Люберцы Александр Леонидович Лопак. Здравствуйте, Александр Леонидович. Добрый день. Не первый раз, да, мы встречаемся, но, опять же, летом многие думают, что летом как-то все расслабляются, в том числе и депутаты расслабляются или нет? Ну, как же расслабляться-то? Да, работа кипит. Ну, работа, она идет, можно сказать, ежедневная, и бывает так же, и круглосуточно бывает, и вечером звонят жители, и утром. У них нет ограничений по времени. У них нет ограничений, да, кому-то есть, как и какие-то экстренные ситуации, и выезжаем на места, и общаемся. Но, слава богу, таких будет очень-очень редко. Ну, сейчас, наверное, мы поговорим сегодня, естественно, о депутатской работе. Напомним, когда, где приемы. Я вот говорил до начала программы, что видел вот в соцсетях, появляются наши депутаты. Это приятно. Это значит, идет обратная связь, что проходят приемы. Но приходят сейчас люди на прием, то есть, вот вы же их специально устраиваете, или бывают такие моменты, что до приема или между приемами общения? Ну, сейчас, если говорить про приемы, сейчас, ну, в основном, жители все разъехались. Ну, да. Или просто лень идти по пожаре. Ну, я не думаю, что лень, если вопросы есть, они идут. Меньше жителей, вот, но все равно мы делаем приемы, делаем выездные приемы, не обязательно, что там на местах. Бывает, выезжаем и в учреждения, и с коллективом тоже встречаемся, приемы проводим. А вот эти коллективные приемы, они дают какую-то пользу? Когда вот вы говорите, что вы устраиваете, вы приезжаете туда, и вы собираете какие-то просьбы, или просто общение, дискуссия какая-то идет. Как это происходит? Ну, бывает, с коллегами приезжаем по округу. Если приезжаем на места приема своих, то там жители заранее записываются, с вопросом мы уже там заранее порабатываемся, если дается информация. Если нет, то берем время, если сейчас не можем решить, даем ответ чуть позже. Что касаемо в учреждениях, мы проводим приемы. Там тоже у людей есть вопросы, не всегда они могут дойти до места приема депутаты. Есть вопросы, которые даже, ну, житель живет в другом округе, условно, а работает в учреждении. Вот приезжаем в учреждение, тоже устраиваем выездной прием. Ну, и с коллегами тоже приезжаем, чтобы совместно владеть ситуацией, которые происходят, какие проблематики у людей. Напомню, что говорить мы будем сегодня о самых разных вопросах. Начнем, наверное, как раз вот с благоустройств. От малых форм до больших форм. О парках поговорим сегодня, о благоустройстве. Мы это видим. Видим какие-то еще есть определенные проблемы, в том числе по поводу реконструкции. Люди иногда переживают, что закончат, не закончат, идут работы, не идут работы. Но начнем с малых форм, с дворовых территорий, потому что это то, с чего начинается выход человека на улицу, там, где гуляют дети и так далее. Что здесь сейчас сделано? Ну, у нас в основном все территории уже облагорожены, и площадки установлены практически во всех территориях. И сейчас только идет, если где-то что-то, какая-то реконструкция, где-то что-то сломалось, доделывается. Поэтому в этом плане вопросов нет. Это какое-то типовое решение? Нет, у всех разные площадки в разных районах. Была и программа, партийные программы мы устанавливали, детские и спортивные площадки несколько лет назад. Администрация тоже у нас была своя программа здесь. То есть площадками детскими и спортивными уже практически потребностей нет, как таковой, в городском округе. А вот эти площадки, они устанавливались по принципу, ну, как, ее же надо где-то установить, взамен, может быть, старых или новые какие-то делались территории? Ну, во-первых, было сделано как? Где площадка старая, уже она менялась на новую, где было необходимо, жители, когда писали заявку, обращались и к депутатам, и в администрацию, то заявки собирались, совместно с депутатским корпусом отрабатывались удобные места, те, которые необходимы жителям, и там устанавливались данные площадки. Ну, это все все равно по решению с жителями, да? Ну, конечно. Вот так, приехали, сделаем мы у вас спортивную площадку, и поставили где-то. То есть без спросу сейчас ничего не делается. Ну, конечно, там, если жителям она не нужна, зачем мы этому ставим? Ну, это, да, в обратной связи поговорим, вот, касаемо дворовых территорий, ну, потому что это самое такое уже жизни, близкое к жизни человека. Я так понимаю, существуют какие-то активные жители, да, которые все время держат либо вас в курсе, либо вы в курсе, ну, с ними сотрудничаете. Как эта работа выстроена? Ну, есть жители, которые, условно, там, старшие по домам, с которыми депутаты на телефонном звонке. Есть какие-то вопросы, возникают, они звонят напрямую, уже не приходя на прием. Есть жители, которые, там, через письма пишут, есть, которые хотят там очень прийти, всех по-разному взаимосвязь, но в основном это есть активисты, они, как правило, старшие по домам или активные жители, с которыми сложились уже отношения на протяжении нескольких лет, ну, и просто на телефонном звонке напрямую. А вот жители, они понимают, что у нас есть депутатский корпус, есть администрация? Ну, например, что-то происходит в доме, ну, сейчас не про старшего, а про какого-то условного рядового жителя, как у нас принято говорить. И вот он думает, кому обращаться в ЖКХ, значит, в контору какую-нибудь, или к администрацию идти на прием, или к депутату, кому быстрее пойдут? Да, вы знаете, это уже на выбор жители, вот, кого он знает, но сейчас... А бывает, что всех троих напрягает, в хорошем смысле слова. Ну, бывает, да, и более даже напрягает. Вопрос весь в том, что сейчас есть же интернет, и тебе, когда надо куда-то обратиться, ты зашел с телефона, никуда выходить не надо, даже компьютер не надо подключать. Посмотрел, либо к депутату обратился, либо письмо написал, есть почты, пожалуйста, все записать. Ну, а если, например, многие думают, ну, что я буду писать депутату, да, или писать какое-то письмо в администрацию, пока оно придет, пока его там, значит, поставят номер, когда можно напрямую куда-нибудь в чат что-то отправить. Наверное, аж так тоже делают. И так делают, по-разному все делают. Все зависит от коммуникации человека самого. Но я так понимаю, мы говорили об этом с вами еще, когда вот перебирал, переизбирался совет депутатов, что сегодня, конечно, мы живем в такой век онлайнового сервиса, что ли, когда все быстро работает. Я так понимаю, что депутаты это приветствуют. И если, например, даже житель городского округа Люберца, не имеющий отношения к вам, как депутату, да, ну, неживущий, то вы поставите в известность другого депутата, и он ему придет на помощь. Ну, конечно. Да мы сами решаем вопросы, зачем мы там перекидывать будем, с нами обращаются, мы решаем сами. Ну, если необходимо подключить депутата с соседнего округа или, скажем так, регионального или федерального, мы сообщаем ему и совместно с ним отрабатываем данный вопрос. А по поводу мобильной связи и всего остального, по мобильному связи тоже прием можно привести. Позвонил, пообщались, все. Да, вот кто-то же и прием. И времени надо. Ну, да, то есть, если есть там и соцсети, может комментарии там написать. У всех же открытые соцсети, может там какое-то письмо написать. Все, как удобно жителю, в любой форме можно общаться. Вернемся к летнему периоду. Понятно, что часть людей все равно в каком-то отпускном таком режиме, но тем не менее депутатский корпус работает. Проходят какие-то совещания у вас или в онлайновом режиме, или все-таки мы входим постепенно в осень, как это ни печально может быть звучит, но начинается новый сезон, а там же недалеко и зима, а мы же сани должны готовить летом. Есть вот какие-то такие пересечения на депутатском уровне в плане совещаний, встреч, или пока? Ну, у нас Совет депутатов проходит ежемесячно. Ежемесячно. Да, вот в августе у нас будет Совет, будем утверждать почетного гражданина переднем города. Второй вопрос у нас, во-первых, каждый месяц, самая большая фракция в Совете, это Единая Россия. У нас минимум один раз в месяц проходит заседание фракции, на которой обсуждаются в том числе и текущие вопросы. Поэтому работа никуда не делась, она есть. Ну и возвращаясь к разговору о дворовых территориях, ну скажем так, о бытовых проблемах, ведь сейчас идет какая-то подготовка к зиме, ну совместно, понятно, ЖКХ занимается своими проблемами, вот, ну для того, чтобы войти в зимний период более-менее спокойно, чтобы не случилось ничего. Или, ну если поступают просьбы от... Не, ну это всегда идет работа, заканчивается особенная... Тема батареи, вот это все, да. Ну вот я хотел сказать, да, только, допустим, теплоснабжение, заканчивается сезон зимний, все, и начинается сразу же подготовка к следующему сезону. То есть вы на контроле держите эти вопросы? Ну тоже держим, да, у нас и коллеги есть, кто работает в теплосети непосредственно, руководящих в должностях, поэтому... Но здесь помимо этого и территория готовится, и много разных вопросов, то есть и водоканали, и идет ремонт, если сейчас посмотреть, вот внимательно, да, вот мы идем и смотрим, там одну дорогу делают, вторую между домами делают, асфальт кладут, какие-то реконструкции делают, теплотрассу кладут, еще что-то. Все эти работы проводятся летом, потому что, ну, зимой ты не будешь копать же там, да, в снег, в мороз, а... Поэтому вот, если посмотреть, да, жители, конечно, возмущаются на того, что опять что-то делают. Ну а когда еще делают? Ну да, земля классится. Да, у нас несколько времен года, да, поэтому вот сейчас самое время, то, значит, все, мы на контроле держим эти вопросы, ездим, проверяем, проверяем реконструкцию подъездов, сейчас большая идет, она сейчас заканчивается уже. Это в процессе, мы сейчас ездим, смотрим подъезды, вот как раз сейчас это идет, депутаты мониторят эту историю, мониторят совместно с областными депутатами, которые областную думу представляют у нас здесь. И у которых есть бюджет побольше, там, у вас-то нет как такового бюджета? Там просто немножко разные статьи, разные полномочия. Ну, мы не говорим, конечно, что подъезд совсем уже там. Нет, нет, все, я говорю к тому, что сейчас вот непосредственно делается. Сейчас идет ремонт МКД, кровли меняются, крыши делаются, все. То есть это говорит о том, что идет подготовка к зиме, не только теплосеть меняется. Теплосеть, это как бы она стандартная, это она каждый год идет. А здесь непосредственно, вот сейчас, как с площадками мы закончили, установились, так же сейчас задача стоит закончить с ремонтами подъездов многоквартирных домов. Готовится то, что дожди, потом снега и кровли действительно во многих местах, наверное, за прошлую зиму обветшало и так далее. Один такой вопрос, я знаю, что, конечно, он касается федеральных структур, но тем не менее, как-то депутаты обсуждают продолжение реконструкции Октябрьского проспекта, потому что есть такое ощущение, что где-то как-то работы чуть-чуть поменьше стали. Или все-таки это занимается только федеральный центр и депутаты другого уровня? Да нет, конечно, контролируем. Октябрьский проспект, вот я хотел сказать, на приемах, когда приезжаешь, часть вопросов иногда носит информационного характера. И Октябрьский проспект сейчас будет сделан, буквально сейчас осенью закончится уже. Полностью все будет сделано. Объездная дорога должна закончиться полностью вокруг Октябрьского проспекта. Вместе с федеральными, вместе с областными, скажем, всеми центрами идет работа и на карандаше держим. Просто, конечно, мы выходим, смотрим, с подрядчиком смотрим, и с представителями администрации совместно выходим, смотрим. А еще какие-то, я так понимаю, что депутаты активно же занимаются, и если открывается какое-то учебное заведение, там, после ремонта или еще что-то, какие-то идут стройки, они же тоже надевают каску и вперед. Конечно, да. Школу в Томилино смотримся, мы уже были в июле, наверное, раза четыре там с коллегами, одеваем каски, с подрядчиком выходим, сроки, если нужна какая-то помощь, включаемся, если нет, где-то подсказываем, на контроле держим. А что может делать депутат? Вот, например, если стоит там, что должно быть уже, ну, условно, три этажа, да, по сроку, все сроки вышли, а у них два этажа. Есть определенные рычаги. Есть? Да, конечно, есть, да. Вот, есть определенные рычаги, мы мониторим, смотрим. Потому что мы же, вот, и глава у нас был, мы помним историю не очень хороших компаний, которые потом пришлось с ними расторгать договора и по-новому все перестраивать, чтобы такого не повторилось. Но мы же это совместно с администрацией делали, у нас же выезжает сотрудник администрации, и все проблематику мы совместно с ними решаем. Сейчас до конца у нас остается минута первой части, во второй мы поговорим о благоустройстве парков. Сейчас это такой тренд в городском окей Люберцы, это прямо видно, и сам недавно был в Наташинском, вот, проник там. Хотя вроде как нельзя, но мы там снимали для фильма, нам необходимо было. Так что поговорим об этом, но в финале первой части давайте напомним, все-таки как попасть на прием, вы же еще не просто депутат, вы же все-таки первый заместитель, да, поэтому как можно к вам обратиться, если захотят наши телезрители? Ну, можно обратиться, во-первых, по месту приема, это в ЖУ-6, последняя среда в 5 часов вечера, улица Войнов и Националистов, дом 15. Второй адрес, можно обратиться в общественную приемную партию «Единая Россия», я здесь на связи, и здесь уже прием. Найти можно, при желании можно найти. Сейчас сделаем небольшую паузу, напомню, что у нас в гостях первый заместитель председателя сайта депутатов городского округа Люберцы, Александр Леонидович Шлопак, и наша программа продолжится, так что немного отдохнем и вернемся в студию. Напомню, что эта программа «Открытый диалог», сегодня у нас депутатская программа, первый заместитель председателя сайта депутатов городского округа Люберцы, Александр Шлопак у нас в гостях. Александр Леонидович рассказал нам в первой части, что идет подготовка к зиме, что оказывается и в таком глобальном подходе, то есть не только там традиционная ЖКХ, но и все, что касается кровли, и подъезды программа выполняется. В общем, будем надеяться на то, что зима, конечно, всегда какая-то особенная, со своими какими-то премудростями, но тем не менее. А сейчас мы поговорим о другой деятельности, она действительно очень активизирована в городском округе Люберцы в последние годы. Парков много, есть маленькие, есть большие, есть средние, есть глобальные. Но благоустройство парков – это как бы задача и администрации, и депутаты тоже к ней подключились. Давайте поговорим немножко об этом. Когда-то Люберцы даже не предполагали, наверное, что можно такое количество парков иметь, современных, по последнему слову. Что делается депутатским корпусом в этом направлении? Мы также мониторим парки совместно с администрацией. У нас сейчас в Наташинском парке заканчивается реконструкция. Если бы вы ходили, гуляли, да, очень красиво вырисовывается. Входная группа очень красивая, новая полностью. Сейчас вот в дню города полностью парк уже будет закончен. И парки будут не хуже, чем в Москве. Потом у нас сеть парков тоже конструировалась. В этом году у нас открылся парк, и полностью функционирует опушка. Это в Октябрьском можно приехать туда погулять. Эту лесная зона очень красиво. Хотя мы ездили туда, также мониторили, когда парк строился. Смотрели, проверяли. Жители высказывали, зачем нам такой парк нужен, ничего не трогать. И вот мы просто... А когда они приехали, встречались, они говорят, большое спасибо за то, что сделали. Это здорово. Мы были неправы. Мы забираем свои слова обратно. Кстати, важный момент. Еще много таких территорий, скажем, которых существует, скажем так, дикий лес. Который где-то большой фрагмент, где-то маленький и так далее. Вот как это вообще мониторится? Например, жители туда приходят, делают шашлыки, даже не обращают... Это же не парк, там можно и, что называется, грязь оставить и так далее. А кто принимает решение, что вот теперь мы здесь будем делать парк, или будем делать какую-то игровую зону, или будем делать, я не знаю, там, детскую площадку? Как принимается решение? Не только обязательно оно идет от людей, или депутаты вместе с администрацией сами, как вот вы говорите, могут предложить сказать, мы решили здесь парк построить. Как вы к этому относитесь? Ну, депутаты же не просто так взяли и приложили пальцем в небо. У них есть обращение жителей. Они знают свою территорию. Они там... Кто-то вырос на этой территории. Кто-то живет на этой территории. Так или иначе, проблематика вся известна. Есть потребность. И, конечно, идешь в администрацию, говоришь, есть такая потребность, есть желание. Просишь деньги, уделяются деньги. А кто принимает решение, что здесь будет сквер, здесь будет парк, а здесь будет... Ну, это работа администрации. Администрация. Это уже работа администрации, да, депутаты делают свое предложение. Администрация, есть там определенные механизмы, и градостроительные, и архитектурные, и возможно, это невозможно, нужно, не нужно. Смотрится история этого места, да, и, соответственно, принимается решение. А если решение принимается, то вы уже как бы каждый курирует, администрация делает, а вы как куратор... Мы куратор, мы смотрим, чтобы выполнялись работы, чтобы четко были по заданию, чтобы в сроке все исполнено было, мониторим приходим. И качество тоже, да? Ну, естественно, да. Потому что мы же знаем, что иногда можно открыть объект, а потом через полгода он закрывается на капитальный ремонт. Ну, у нас, слава богу, такого не было. Ну, вот, чтобы такого и не было, да. Идем дальше. Что еще сейчас стоит во главе угла в этот летний период? Ну, мне бы хотелось для жителей сказать, тоже проинформировать. Ну, у нас часть парков уже отреконструированы, такие как Опушка, можно посмотреть Малаховское озеро, тоже пройтись погуляться, это одно удовольствие получить. Центральный парк у нас давно уже сделан. Вот Наташинский парк в этом году будет закончена реконструкцией, вы видите, как там вы сами были. Округ парков у нас получается. И на моем избирателем округе, вот с моими коллегами, сейчас идут проектные работы, они уже практически завершены. Совместно с правительством Москвы и правительством Московской области будут реконструировать озеро Черное. Это будет большой парк, он называется парк Дружбы. В следующем году он будет полностью уже реконструирован. Самое интересное будет то, что жители сейчас из самолета, когда ЖК самолетов или ЖК Зенина, кому как нравится, выходят. И чтобы дойти на метро, требуется от 40 до 50 минут, в зависимости от места расположения, а то и больше. Я сам там хожу, и внизу углом будет сделан большой мост, проект через озеро, посередине, и время в пути сообщится минимум в 2-2,5 раза. То есть за 20 минут можно дойти до метро будет. А по озеру это не изменит его, так сказать, красоту? Нет, нет, там все ведутся работы, наоборот, будет лучше, будет сделана прибрежная зона, это озеро почистит. Мы же в нем, по идее, купаться можем в озере Черном? Ну, можем, да, и сейчас мы. То есть будет делаться, и о чем, почему это? Будет, я сейчас объясню, есть проектная документация полностью, можно посмотреть, забить парк Дружба, там Некрасовка, Люберцы, посмотреть, как это будет выглядеть. И есть определенные пляжные зоны, то есть будут выделены лежачки, где можно будет полежать, и где и так далее. Насчет купания, ну, здесь надо просто дожаться, какая вода будет там, может быть, работа благоустройства-то будет сделана, но насчет самому качества воды, это вот уже водоканал даст заключение. Можно будет купаться там или нет. Ну, как говорится, уточек покормить можно будет. Ну, уточки там сейчас водятся. Да, 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 ну, уточки водятся, им чуть-чуть воды немножко, они уже появляются. Хорошо, еще какие работы ведутся, потому что парки парками, но очень важно же еще до этого парка добраться, вот вы сами говорите, да, мост будет построен и так далее. Мост пешеходный. Пешеходный, понятно, что пешеходный. Логистика, это же очень такой важный момент, обращается к вам с просьбой, там, я не знаю, где-то поставить шлагбаум, где-то что-то перекрыть, где-то как-то дорогу сделать. Опять же, это иногда связано, например, с ГАИ, теперь у нас опять, да, называется, а иногда это может быть связано с администрацией. Как вы решаете эти вопросы? Ну, таких обращений сейчас меньше уже, микрорайон, допустим, вот он уже вырос, дороги есть, и у нас там есть дорога до Владимира, проходит она через Люберцы, это очень удобно, вот мы сами ездили на выходных, выехал, раз, там, час с небольшим, тоже у Владимира, без пробок, без сего. Час заканчивается, в следующем году будет закончена трасса Юла, то есть ты можешь сесть и менее чем за час доехать до Одинцова. Ну, до Октябрьского сейчас довольно сложно доехать. Ну, если мы возвращаемся к Октябрьскому, я уже говорил в первой части. Мы недавно там были, то есть мы просто стояли. В первой части нашего разговора, вот до конца года должна быть эта дорога сделана безнам. Ну, как-то рабочих там не очень много было видно. Ну, мне сложно. Я поэтому уже, я исключительно как пользователь. Нет, есть определенные сроки, мы выходили на объект, но туда мы не выезжали, на Октябрьском, мы были на Октябрьском проспекте, рабочие есть, я там их вижу, и каждый день я вижу. Что касаемо Октябрьского, ну, по крайней мере, я когда там приезжаю, вижу, что ландшафт меняется. То есть уже хорошо. Да, то есть работы ведутся, но за рабочими не слежу. Да, да, не совсем заметно и так далее. Хорошо, вернемся в центр, в Люберце, да. Что планируется, потому что сейчас начнется осень, день города, понятно. Что-то планируется осенью, какие-то большие совещания, какое-то, может быть, подведение итогов. Какие планы на послелетний период у вас? Я сейчас говорю обо всем совете депутатов, потому что вы первый заместитель. Но мы, что касаемо, допустим, фракционной работы, мы подводим итоги каждые полгода. Каждые полгода. Каждые полгода. Мы, во-первых, промежуточные итоги каждый месяц подводим, обсуждаем какие-то вопросы, подключаем администрацию, если сами там данные вопросы, у нас нужна помощь администрации. У нас полугодовые итоги, и в совете у нас самое основное – это принятие бюджета. Самое основное итог. В этом году когда оно планировано? Ну, как обычно, ноябрь-декабрь. Но мы начинаем уже работать сейчас. А вот как это вы работаете? Вы собираете, что вот здесь нужно, вот тут деньги нужны, как все депутаты, да? Они же как-то свои предложения. Ну, конечно. Ну, у каждого депутата мы каждый год собираем планы работы, депутат, ну, округов садимся, вот с коллегами вместе пишем план, план этот передаем в администрацию, как раз начинаем работать с бюджетом уже на следующий год, что необходимо, вот, что-то. И потом эти планы реализовываем. Как бы такая работа. А есть перед тем, как принимается новый бюджет, какой-то глобальный отчет по статьям старого бюджета? Потому что, ну, выделили деньги, ну, кто-то освоил все как положено, а кто-то недосвоил. Или кто-то, ну, не рассчитал вот эти все вещи. Смотрите, есть, во-первых, мы на Совете рассматриваем исполнение бюджета. Он промежуточно проходит, администрация на Совете депутатов рассказывает об исполнении бюджета. Поэтому постоянно. Это не то, что там в конце года разово там, оно периодически идет... На контроле. Да, на контроле. И более того, исполнение бюджета идет через публичное слушание. То есть идут публичные слушания. То есть любой житель может прийти, поучаствовать, задать вопросы. Куда пошли деньги и сколько? Ну, да, все открыто. То есть здесь, пожалуйста, все вот. И это первое. А второе. У нас и депутаты отчитываются перед жителями. В основном это где-то февраль-март. Депутаты приходят, идет перед ними отчет. То есть где что сделано, какие наказы. Ну, осень, получается, будет жарко в плане профессиональном. Потому что, конечно же, за год от прошлого бюджета многое поменялось. Что-то удалось, естественно, освоить бюджет. И все это получилось. А где-то появляются новые проблемы и так далее. Тем более, что, ну, исходя из того, что нам рассказывают различные депутаты совета, работа идет постоянно, где-то все вместе, всем советом, что называется, ну, те же подъезды, да, программа принимается, а где-то уже какие-то конкретные вещи. Ну, в завершении нашего сегодняшнего разговора, вот такой вот вопрос. Чувствуется сегодня, что жители стали более заинтересованными в депутатском корпусе. Они, может быть, не каждый день дозваниваются, ну, не беспокоят, но они знают, что у них есть надежная защита. Депутат же, это еще не только помощник, но это и защита, потому что где-то кто-то чего-то неправильно сделал из каких-то там моментов, а депутат стоит на страже. Вот вы чувствуете, что больше стали к вам обращаться? Есть ощущение влияния на жителей городского округа Люберц? Ну, на жителей, может быть, влияния нет. Есть влияние на ту ситуацию или на ту проблематику, которая существует. Это есть, да. Это есть. Это есть, да. То есть можно и видно, когда что-то получается, видно, когда что-то реально ты видишь глазами или можешь это пощупать. Это вот результат работы. Это говорит о том, что связь жителей, депутатов, администрации, она работает. А связь, вот вы сегодня рассказывали о областных депутатах, вообще вот вся депутатская линейка, она тоже работает? Потому что могут возникнуть такие проблемы, где вплоть до Государственной Думы необходима помощь. Это работает депутатская? Конечно, конечно, конечно. Если надо, обращаемся на связи с депутатами Государственной Думы и с депутатами Московской областной Думы. Мы с Лидия Николаевна, с Антоновой постоянно на округе вместе выезжаем, с коллегами выезжаем, с ней какие-то проблематики она тоже ставит в рамках полномочий наших. Мы разграничиваем вопросы и работаем совместно. Ну, я так понимаю, что запретных тем нет. То есть там, где просто сразу нельзя решить вопрос, ну, одно дело там лавочку поставить или наоборот убрать, да, а другое дело, где, ну, например, нужно получить какие-то разрешительные документы и так далее. То есть мы не боимся каких-то сложных тем, беремся за все, что можно выполнить. Ну, конечно, да, а как по-другому? Как по-другому. Ну, у нас остается полминуты до финала нашей программы. Что бы вы сказали нашим телезрителям, вот, от имени уже сейчас не только своего, но и всего совета депутатов? Летом все-таки немножко люди расслабляются, но чтобы мы чувствовали, что совет работает. Ну, я жителям хочу пожелать, прежде всего, это хорошее настроение, пожелать семейного благополучия, ну, и хорошо провести время, набраться сил, те, кто планирует отдых, а те, кто не планирует отдых, ну, с пользой... Возвращаться к работе, да? Ну, с пользой проводить время, да, но самое главное в наше время, это, конечно же, все-таки положительные эмоции. Положительные эмоции. Спасибо большое, Александр Леонидович Лопак, был в гостях у нас здесь, в программе «Открытый диалог». Первый заместитель председателя сайта депутатов городского округа Люберца. Посмотрите на календарь, лето, все работает, депутаты работают, 24 на 7, поэтому ничего не останавливается. Мало того, депутаты готовятся уже к осенне-зимнему сезону. Спасибо вам, всему корпусу, в вашем лице большой привет от наших телезрителей. Ну, а это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин